Постановление правительства об обязательном создании негосударственных противопожарных служб на крупных предприятиях торговли и промышленности вышло еще в 2014 году. Но только сейчас ситуация с пожарной безопасностью достигла такой остроты, что в выполнении этого условия сотрудники департамента ПЧС стали требовать повсеместно. За последние три года на промышленных предприятиях зарегистрирован 21 пожар. В них погибли два человека, один человек пострадал. На объектах торговли произошло 46 возгораний. Огонь нанес урон на общую сумму 345 миллионов тенге. Жертв и крупного ущерба можно было бы избежать, говорят спасатели, если бы к тушению пожара приступили раньше. Причинами несвоевременного тушения пожаров является то, что государственные противопожарные формирования, именно подразделения расположены на большом расстоянии от возникновения и места расположения производственных объектов. Если брать, к примеру, индукторальную зону, то на территории индукторальной зоны располагается и осуществляет свою деятельность более 50 предприятий производственных объектов, которые расположены на расстоянии 10-15 километров от существующих пожарных частей, что, в свою очередь, усложняет оперативное прибытие на место пожара. Сегодня из 20 крупных промышленных и торговых объектов, подпадающих по требованию постановления, 18 организовали собственные пожарные подразделения. Но остаются еще десятки малых предприятий, которые также нуждаются в противопожарной охране, обзавестись собственной спецавтомашиной и специалистами не в состоянии. В этом случае выход тоже есть, говорят спасатели. «Цель наша в чем? Индустриальная зона, если как единение и гражданское лицо, постановление правительства будет войти в величину, где создается, тогда будет небольшой рычаг соединить все объекты в одну единую и создать одну пожарную часть, допустим, которая работает за всех. Каждый не будет содержать примерно 30-40 миллионов денег на содержание противопожарной службы. Каждый объект будет выделять 500 денег, в зависимости от объема работы, или 200 тысяч денег в год, или даже 50 тысяч, такие моменты». Помочь с реализацией инициативы пожарным пообещали специалисты Палаты предпринимателей. Они планируют обратиться с этим предложением к областным и республиканским властям. Даня Архудаевригенов, Давран Абдиев, Сайт Ахметов, информационная служба телекомпании «Отрар».